День работника культуры Кыргызстана Петербурга и День поминовения в Мексике А в народном календаре Артемьев день Именины в этот день отмечают Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр и Федор В этот день в истории есть знаменательные события В 1721 году царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского А Россия стала империей В 1894 году вступил на престол последний император Николай II А в 1906 году Лев Троцкий сослан на вечное поселение в Сибирь В 1917 году принята декларация прав народов России В 1927 году в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР В 1937 году к 20-летию Октябрьской революции на кремлевских башнях установлены рубиновые звезды В 1938 году первым женщинам СССР присвоено звание Герой Советского Союза В 1940 году в Вооруженных силах СССР введено звание Младший сержант В 1944 году Леонид Брежнев получил звание Генерала-майора В 1947 году газета «Правда» впервые использовала лозунг «Вперед к победе коммунизма» В 1997 году в Батуми грузин Дмитрий Кенгладзе 10 минут продержал на своих ушах рекордный вес 48 килограмм И в 2004 году президентом США вновь избран Джордж Буш-младший И родились в этот день в 1969 году до н.э. Клеопатра Последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев В 1755 году Мария Антуанетта, французская королева, жена Людовика XIV В 1795 году Джеймс Нокс Полк, 11-й президент США, один из самых деятельных президентов XIX века В 1815 году Джордж Буль, английский математик и логик, основоположник математической логики В 1843 году Марк Антокольский, русский скульптор В 1847 году Жорж Сорель, французский философ и публицист В 1865 году Уоррен Гардинг, 29-й президент США, государственный и политический деятель В 1902 году Михаил Яншин, советский актер, театр и кино, режиссер, народный артист СССР В 1906 году Лукино Висконти, итальянский режиссер, театр и кино, сценарист В этом же году Даниил Андреев, русский мистик, духовидец, религиозный философ, писатель, поэт В 1944 году Кит Эмерсон, британский клавишник и композитор И в 1965 году Ирина Богушевская, советская и российская поэтесса, певица-композитор Когда вам звонит прошлое, не отвечайте Ничего нового вам не скажут На сегодня все, всем спасибо за просмотр Не забывайте ставить лайки Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok